Всем привет! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Хатуна. Спасибо, что заглянули. Хорошего дня! Мы с семьей едем уже с фотосессии. Теперь едем в город. Были немножко за городом, фотографировали Елисея по поводу последнего звонка. Немножко с задержкой, потому что то погода, то последнего звонка как такового нет, но у нас он есть. Потому что мы сами строим свою жизнь. Аминь! Елисей, ты доволен? Сейчас едем еще в городе, немножко пофотографируем, ну а потом, в принципе, я на работу. Я забыла снимать, там такое красивое место было, поэтому вставляю немножко сториз с инстаграм. Моя любимая семья. Мы приехали отфотографировать Елисея по поводу последнего звонка. Ты сынок рад, что ты закончил школу? Да. А мы как рады, сын. А мы как рады. Да, дочь? Да. Где жопы здесь? Картина «Три богатыря». А, вон они стоят. Раз, два, три. Дочь, как дела? Я показываю истории. Ой, извините, пожалуйста. Было время, Виктория панически боялась высоты и мостов. А сейчас сидит, ножками мотыляет. Прыгай. Я сейчас тоже боюсь на стол. Просто тут и если упадешь, то тут не страшно. Прыгай. Музыка. 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 Мы приехали на локацию, но у нас не получилось там пофотографироваться, потому что зонтики закрыты. У нас в городе есть такое местечко, кафе Чаплин, и там красивая инсталляция из открытых зонтиков черно-белых, зонтов. Ну и сейчас ветрено, и они закрыты, чтобы не разлетелись, не выломались птицы. Ой, спицы! Я купила гель, еду на работу, сейчас мне нужно отпустить одну клиентку, и потом буду свободна. Думаю, моя семья будет меня ждать, или на долине Рос, сейчас они, наверное, купят какую-то вкусняхи себе. Я не знаю, если ты ошибаешься. Да? Не будете мне ждать? Ну, в общем, они решат, что делать. Ну, мы хотим по макахури ударить. А, мороженка. А я работать. Чуть-чуть поработаю? Помог Фьюри. Миш, ты можешь не заезжать, я выйду возле... А, ну, не надо такому мне говорить. Можешь себя сочин, когда на машине не едем. Дотик красавица, или фиг. Можешь пешком ходить, я качки, я качки. Можешь пешком ходить, я качки, я качки, я качки, я качки, я качки. Миша сегодня уволился. Ну, как уволился, он там и не работал. Просто такое кафе, куда устроился Миша официантом. Просто разводняк людей на бесплатную рабочую силу. Я сейчас вставлю, как он рассказывал разговор, его разговор с администратором. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Алло, Марина? Да. Это Миша, раннер-стажер. Да, дуже приемно. Миша, я вас слухаю. У меня такие немножечко плохие новости. Я хотел сказать о том, что я завтра должен был выходить на смену, но я не буду выходить и работать тоже не буду. Взагали, працевать не буду? Да, вообще не буду. Просто ценю свое время, свой труд и пахать по 13 часов неделя через неделю за такую зарплату. Это не для меня. Ну и также организационные всякие моменты. Мне просто сказали, что я поработаю месяц с раннером и буду официантом. Но после того, как одна девушка стажируется 3 недели на официантку бесплатно, что, кстати, незаконно, и ей звонят по телефону и говорят, что она не нужна, ну это ненормально, и я не хочу также оказаться на таком же месте. Ну и реакции на то, что спрашиваю, когда на зарплату или когда на ставку, то, что считаете, что это ненормально, то как раз таки это ненормально. Просто за бесплатно работать никто не хочет. И поэтому вот такие вот дела. А ко мне есть какие-то претензии? Нет, я не до вас, просто вы мне высказали свои претензии, и я вам ответила на... Знаете, это даже больше не претензии, это как бы... Да, спасибо большое. Без проблем, это опыт хороший жизненный. Спасибо большое, я вам тоже всего желаю всего хорошего. До свидания, вам тоже спасибо. Не дали они мне договорить, козлы-уроды. Ну ладно, и так им хватит. У меня были пометки, просто мысли в голове. Знаете, у меня летят, я человек такой творческий, я бы еще сейчас наговорил, что какие они все козлы. Ну, элементарно, что я вам могу сказать? Прихожу я, значит, на работу, стажу... Как всегда, все голые в моей семье ходят, никого не снимешь. Я привел в пример девушку, что три недели работала. Эта девушка, всем известная, Вика Цуканова, она работала три недели, бесплатно стажировалась, никакой зарплаты ей не выдавали, стажировка бесплатная, в Украине это незаконно. И что в итоге? Ей, значит, звонят вчера и говорят по телефону, Вика, привет, ну, типа, доброго дня, а мы не можем с вами продолжать работать. У нас идет сокращение персонала, и вы нам не нужны. Ну, Вика там, понятно, расстроена была, все. И Яна, моя девушка, тоже стажировалась в оквозаностре этой. Пришла, там, стажировала вчера, и Яна у меня такая, боевая, если надо, она меню, то все выучит за два дня. И как раз-таки она полменю выучила, Марина у нее, администратор, проверяла это меню, и она говорит, она, блин, сама ни хрена не знает, в меню смотрит, не знает ничего. Как вообще может быть какая-то дисциплина в этом заведении, если администратор сам ничего не знает, официант ему стоит, подсказывает. Привет, что я хотел сказать. А, а Вика позвонила и говорит, мне надо прийти забрать кроссовки у меня там в камере хранения, ну, в шкафчике личном, в раздевалке, к моей кроссовке. И говорит, да, приходи. Она приходит и говорит, Марина, привет, дай мне ключи, пожалуйста, от шкафчика. Она говорит, ой, подожди, а ну-ка присядь, давай с тобой пообщаемся. И-ка садится, и Марина говорит, а давай ты на пиццерии поработаешь, там просто в этом заведении есть гриль и есть пиццерия. Говорит, давайте на пиццерии попробуешь поработать. Ну, Вика из-за того, что ей было жалко своего потраченного времени, 3 недели стажировки, она все-таки решила пока там попробовать поработать. Я не знаю, что она вообще себе там будет думать, но она пока решила попробовать поработать, чтобы хотя бы не потерять те 3 недели, которые она стажировалась. Ну, ей сказали еще то, что ты там поработала 2 дня, мы тебе за них заплатим. Но вот такие вот дела. Яна говорит, что я у нее спрашиваю у администраторши, когда я смогу выйти, какие сроки я могу рассчитывать выходить на ставку, за деньги работать. На что ей администратор отвечает, ой, я не знаю, все зависит от тебя, вот тоже мне попадут, она приходит тут всякие 17-18 лет, опыт работы 2 месяца в Макдональдсе или в круассанах, и все, и заявляют мне спустя 2 дня стажировки бесплатной. А когда я на ставку, да ты кипер, выучили еще что-то, ты вначале все выучил, ну, ну, а Яна мне говорит, а как я могу все выучить, если мне никто ничего не объясняет, они друг друга скидывают стажеров друг на друга. Типа, я пришла, подхожу к одной, говорю, здравствуйте, мне Марина к вам назначила, на что ей Диана говорит, ой, я не могу, я сейчас занята, мне надо столики обслуживать, поди туда, к тому официанту. Яна идет к тому, ей говорит тот, а кто тебя сюда послал, Диана, так иди к Диане, и вот так и скачки туда-сюда, что я могу сказать. Цените себя, свой труд, свое время, запомните, если в заведении бесплатная стажировка, то туда сразу однозначно идти не стоит, потому что во всех нормальных заведениях стажировка платная, организация нормальна, администратор знает каждого по имени, как и что, и все нормально, короче, в этом заведении, если там хотя бы уже платная стажировка. Цените свое время, свой труд, не кидайтесь на что попало, ну и все. Спасибо, с вами был прямое включение. Вот такой разговор получился, мы его поддержали, мы сказали, что все правильно, время свое надо ценить, себя тоже ценить. Мы по молодости очень много глупостей делали, когда верили в лучшее будущее. Причем это касалось даже, скажем так, церкви, казалось, что тут уж точно все в лучшую изменится, ну, твоя жизнь идет, и людям удобно так жить, и тебя просто использовать в каких-то моментах. Миш, ты нормально? Да, еще один момент в том, что реально, как я не обратил и не понял сразу все, у этой пиццерии, ресторана, кафе, я не знаю, когда же... Ну, это ресторан. Какой у них профиль, потому что там и гриль, и пиццерия, и бургеры там есть в меню, и куча всего. У них нету технической карты, то есть нету меню расписанного, там, где громовка, цена, громовка, сколько чего должно быть, то есть... И на вопрос того, что можно мне, пожалуйста, меню, говорят, а мы не всякие суши, львовские круассаны, фугу, там, где расписано фотография есть, блюдо, расписано сколько чего, цена и так далее. Ну, это глупо. Ну, не сдурели ли они? Это странно, потому что как раз таки в ресторане меню должно быть постоянным, базовое меню, где расписано, что салат морской коктейль, например, да, там, или из морепродуктов, состоит креветок 30 грамм или 50, мидий 40 и чего-то, а у них нету. Это говорит о том, что меню постоянно меняется и как бы такое. Ну, ладно, все, ушел и ушел. Все будет хорошо, я пошла работать. Харрак.